Надежда Коваль всю жизнь работала медиком. Когда случилась катастрофа на Чернобыльской АЭС, ей было 34 года. В октябре Надежда Николаевна отправилась в командировку в Чернобыль. В ликвидации последствий аварии она участвовала в течение месяца. Я работала в медсанчасти 123, фельдшером-лаборантом. И оттуда командировали меня в Чернобыль. Мы приехали в Киев, потом пошли в поликлинику, нас зарегистрировали. И потом мы поехали в пионерский лагерь, в 30-километровую зону. И там жили. И в актовом методе мы работали по 12 часов. С утра мы уезжали в Припять. Там в поликлинике находились мы. И обслуживали солдатиков, ребят, которые были на объекте. Патологий было много. Мы обследовали кровь. Она в первую очередь реагирует на облучение. Много ребят, которые... Лигоцитов мало очень было, тромбоцитов мало было. И очень тяжело было, конечно, смотреть на них. Совсем молоденькие мальчишки. Уже с такой патологией. Вспоминается то, что мы жили там как одна семья. Были из Грузии, из Молдавии. И вот сами тоже украинцы там были. И жили своей единой семьей. И шутили. И вообще было, конечно... Мы были молодые. Мне очень страшно было тогда, когда мы просто по дороге ехали. Деревья были черные, обугленные почему-то. Мы вообще не знали, что такое радиация. Запаха нет. Ничего не видно. И были очень обожженные деревья. Очень много было бездомных собак. И коровы бегали. Потому что всех уже жителей, видимо, эвакуировали. И остались животные. Вот это прям жутко было. Очень жутко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова